Моя цель моего доклада сейчас, на самом деле, немножко другая. Я хочу рассказать о идеях, которые заложены, то есть кто такой НЭТАП, что мы делаем. И самое главное, не фокусироваться на маркетинговых лозунгах, а попытаться пояснить суть, что мы пытаемся сделать и чем мы пытаемся отличаться от того, что вы можете увидеть у других коллег. Так, поэтому давайте начнем с, собственно, лозунгов, истории, которых первоначально можно сделать впечатление. Да, мы большая глобальная компания, у нас огромные обороты, мы много что поставляем, различные решения. При этом, если отбросить мишуру, то важным является то, что мы, наверное, являемся одной из лидирующих, возможно, самых уже устойчивых, устоявшихся компаний, которые специализируются именно на производстве систем хранения и платформы по управлению данных вокруг систем хранения. Следующий слайд, который я тоже не перевел. У нас было несколько дискуссий по поводу того, что нужно переводить слайды или не нужно. Я всегда, конечно, сторонник того, чтобы это было все на русском языке, но вот ключевую историю случился с этим слайдом, потому что перевести его адекватно достаточно сложно, а он важный. Что здесь мы видим? Мы видим некое заявление о том, что есть NetApp, что мы как компания пытаемся сказать миру. О том, что мы глобальная компания, которая разрабатывает программные решения вокруг данных, привязанные к облаку, которые помогают организациям проводить цифровую трансформацию и изменять мир к лучшему, используя данные. Звучит как прекрасный месседж, как некая обычная корпоративная благоглупость. И если посмотреть количество базвордов, которые здесь есть в одном предложении, то я могу насчитать, наверное, их от 6 до 7. Почему я оставил этот слайд, почему я хочу о нем поговорить? На самом деле это важная вещь, что мы пытаемся сделать. И здесь есть не только благоглупости, а есть прямо хорошая, важная мысль, которую мы пытаемся донести до мира, и как мы строим всю философию разработки и производства своих продуктов. Мы действительно воспринимаем себя как программную компанию, которая делает программные решения, которые могут быть доступны как программно определяемых решений, систем хранения, как может быть в виде аппаратных решений, на которых работает наше ПО, сервисов, программных сервисов, которые работают в решениях гиперскейлеров в облаках. При этом все эти решения, это не просто программные решения, они действительно, действительно ориентированы на управление данными. То есть они все строятся вокруг данных, хранения данных, что можно сделать с данными, как можно облегчить их использование. И облака в данном определении Cloudlet является, наверное, не, опять же, не маркетинговой лозунгом, который дополняет другие маркетинговые лозунги, а важным направлением. То есть для нас направление облаков является не вторичным, это важным и определяющим ту стратегию, как мы развиваемся. То есть для нас это не хобби, это важная часть развития нашего бизнеса, нашей стратегии производства продуктов. И объединяя все это вместе, мы получаем вот такую достаточно сложную запутанную фразу, которую мы постараемся чуть позже объяснить, что в ней находится. Эта стратегия, это движение позволяет нам, как большой компании, иметь успех в разных отраслях. Медицина является одной из отраслей, где мы имеем очень большой успех, где у нас есть много хороших заказчиков и много хороших интересных решений. Теперь, собственно, о чем мы говорим. Как мы уже сказали, облака является для нас не хобби, не рассказом о каких-то абстрактных понятиях. Это важное направление нашего бизнеса, это важное направление разработки продуктов, которые мы ведем. Поэтому мы пытаемся совместить, произвести дизюнкцию между двумя понятиями. Между премис-системами, системами, которые стоят в цодах у наших потребителей, и теми сервисами, которые наши же потребители могут пользоваться в публичных облаках. И позволяем строить решения, которые совмещают как OnPrem решения, так и решения в облаках в рамках единой сети хранения данных Data Fabric, которую заказчики строят совместно. То есть для нас важно, чтобы здесь не было вопроса о том, что надо выбрать что-то одно. Либо мы ушли в облако, либо мы остались в нашем ЦОДе. Важно на самом деле иметь свободу выбора и не ограничивать свои возможности по управлению данных в зависимости от того, какое направление использования инфраструктуры вы выбрали. Что происходит? Как меняются ситуации? Почему мы об этом говорим? Мы видим, что идет существенное изменение. Изменение тренда, которое происходит во всем мире, в том числе в России. У нас происходит это постепенно, но мы видим, как меняются роли в управлении данными, кто ими управляет, как им управляет, как потребляют ресурсы. То есть если раньше традиционно мы говорили, когда говорили о системах хранения, нам было очевидно, что есть администратор СХД, который отвечает за все СХД в компании, который отвечает за все СХД в медицинском учреждении, и понятно, что нам надо разговаривать с ним на понятном нам достаточно птичьем языке, когда мы говорим о лунах, в венах и прочих понятиях. Сейчас мы видим, что этот тренд ведет к замене ролей. Мы уходим от специализации администрирования, когда есть выделенные администраторы СХД, к неким универсальным администраторам, которые могут быть администраторы инфраструктуры, администраторы приложений, которые потребляют эти ресурсы системы хранения. Один из примеров потребителей ресурсов системы хранения могут быть просто потребители медицинских учреждений, могут быть разработчики, ДиОПС, которые делают дополнительные сервисы для каждой инфраструктуры. И администрирование не должно быть привязано к физической ресурсии, или это сделано в отсодах, или это сделано у сервис-провайдера, это сделано в публичном облаке. При переходе от специалистов, которые работают только с СХД, и понимают, что устроено как СХД к более общим специалистам по управлению данными, которые могут больше в приложениях, чем в физических железках, становится важным функция самоуправления. То есть как мы потребляем ресурсы данной системы хранения. То есть здесь для нас важно, что управление должно делаться автоматически, должна работать автоматизация, должна работать система политик, должна быть гибкость, контроль потребляемых ресурсов. Безусловно, система аналитики, то, как у нас распределены ресурсы хранения, кто является их потребителем, кто какое количество ресурсов потребил, является также очень важным. И, безусловно, это управление должно быть масштабируемым и не знак определенному облаку или определенной железной инфраструктуре возможность масштабирования. Чтобы это все сделать, эта система должна базироваться на открытых фреймворках, то есть она должна базироваться на открытых стандартах, чтобы ей можно было управлять как инфраструктурой, как кодом, в частности, использованием RESTful API или любых систем автоматизации, таких как Ansible, Terraform и так далее, которые сейчас доступны на рынке. По поводу проблем, которыми сталкиваются потребители, когда уходят в облака. Понятно, что когда мы говорим об облаках, очень часто, выступая со сцены, люди говорят о том, что облако – это счастье. Перейдя в облако, вы решите все свои проблемы. Может быть, имеет смысл мгновенно отказаться от према инфраструктуры и перейти в потребление решения в облаке. Безусловно, в этом есть часть правды, потому что, например, для медицинского учреждения, безусловно, намного проще потреблять ресурсы от сервис-провайдера, нежели чем заниматься поддержанием собственной IT-инфраструктуры, но и переход в облако тоже нанесет за собой безусловное количество проблем. Вот здесь представлен на слайде свежий репорт 2021 года, который делался для IWS, проводилось несколько сотен заказчиков, которые смигрировали в облако, которые перечисляли свои проблемы и достижения при переходе в облако. Безусловно, в качестве плюсов они упоминали возможности быстрой реализации проектов, возможности, надежду на экономию средств при переходе от поддержания собственной инфраструктуры к разделяемой инфраструктуре в публичном облаке, но в то же время, если посмотреть на цифры, то многие говорят о том, что данные являются крайне важной проблемой, с которой они сталкиваются при входе в облако. Переход в облако означает зачастую дублирование данных. Многократное дублирование данных повышает расходы на хранение данных и как следствие вопросы контроля затрат, которые вы несете при на хранение данных и на перенос данных в облако становятся первичной задачей, которую люди постоянно аргументируют. Это становится действительно крайне важной вещью, которой нужно беспокоиться. Поэтому все задачи по управлению данными становятся еще более востребованными при переходе в коммунальное потребление ресурсов, такие как облачные среды, нежели чем когда вы остаетесь он прям. То есть это важно в случае он прям, безусловно важно. Но и при переходе в облачную инфраструктуру это становится важнее еще больше. Кратко расскажу о вариантах перехода в разных вариантах потребления в облаках и те вещи, которые мы делаем здесь. Самая простая история, когда мы говорим об инфраструктуре as a services, то в данном случае мы говорим о понятных метриках, которые в принципе во многом повторяют метрики, которые мы говорим и о инфраструктуре. Мы говорим о показателях скорости, мегабайты в секунду, миллисекунду, гигабайты в секунду, показателя надежности РПО, РТО, вещи, функционал такой, как тиринг, как подключение к системе резервного копирования и так далее. Для инфраструктуры as a services мы предлагаем различные решения, о них чуть позже расскажет Илья, они включают в себя различные линейки аппаратные, программно определяемые среды, а также программно определяемые среды или аппаратные среды, доступные в основных облаках, в основных гиперскиллерах. Мы представлены как сервис, мы как партнер, представлены в решениях в Amazon, Azure и Google Cloud, а также представлены в решениях, продуктах компаний, сервисных партнеров, которые предлагают облачные решения на локальном рынке. Также, когда мы говорим об этих железках, ПО и так далее, важным является, что мы можем получить. Мы можем получить традиционный сервис, который дают железки, и мы имеем общий язык, с которыми эти железки или программно определяемые системы общаются с внешним вером. Мы получаем интерфейсы, Ethernet, AISC, AISC, Faber Channel, NWME и прочие интерфейсы. Мы формулируем свою storage-фабрику, которая позволяет общаться, хранить данные и передавать эти данные между системами. В общем, что их объединяет, как я уже сказал, мы понимаем, что все системы должны быть API-driven, то есть они должны общаться, автоматизироваться с использованием API-средств, и вы должны получать управляемую масштабируемую инфраструктуру. При переходе на следующий уровень, когда мы говорим о платформе Azure Service, ключевыми вопросами являются, что можно сделать с этой инфраструктурой. Как можно интегрировать ее с приложениями, как можно автоматизировать, какие у нас есть системы защиты от тех же шифровальщиков, как говорил Илья, как можно обеспечить безопасность, как можно оптимизировать инфраструктуру, как можно мониторить те ресурсы, которые сейчас используются, не используются, как можно сделать дискавери новых приложений, которые нам необходимы. И здесь мы предлагаем мириад сервисов, которые работают, предоставляют сервисы в виде облачных сервисов, которые можно объединять в вашу собственную дейта фабрику. То есть вы уже пытаетесь объединять функционал сервисов, а не отдельных железок в ту фабрику или ткань, полотно данных, которые вы используете. Ну и следующий уровень абстракции это СААС. В случае СААС мы говорим уже о решениях, СААС-решениях, которые решают какую-то конкретную функциональную вещь, например, связь EOIT, сбор данных, работы удаленных на рабочих мест, любые бизнес-критичные приложения, автоматизация, кубернетис, все это вместе объединяется, позволяет СААС-решения. Мы предлагаем решения на каждом из уровней, он начинает от ИАС, ПАС и СААС, которые позволяют решать ту или иную задачу. Ядром нашей построения, когда мы говорим об СХД, является функционал OnTab, который позволяет нам строить многоконтроллерные до 24 контроллеров системы, которые позволяют получать унифицированный доступ по блочным файловым протоколам и объектному протоколу S3 сейчас. При этом может производить обновление, модернизация, переход на новые уровни программного или аппаратного обеспечения без остановок сервисов. И у вас есть одна операционная система, которая позволяет строить различные решения, различные кубики решения для вашей инфраструктуры. Это могут быть аппаратные решения, это могут быть программно определяемые решения, это могут быть решения, доступные в облаке. Все их объединяет. Это общий функционал, общие возможности операционной системы. Как мы строим решения? На самом деле, за всю нашу почти 30-летнюю историю построения решений мы прошли много, много этапов развития систем. Если мы раньше говорили об СХД, традиционном восприятии СХД, лет 15-20 назад, может быть, даже еще 10, это в первую очередь объединение большого числа носителей в единый рей, в единый массив, обеспечение показателей производительности, показателей надежности, показателей отказоустойчивости. То есть, над нас требовалось, чтобы железка, которая хранит данные, в первую очередь, их хранила, то есть задача хранения, хранила их достаточно недорого и достаточно производительной, то есть, чтобы их хранение данных не создавало проблем для бюджета, чтобы работа, скорость отдачи данных из системы хранения не вызывала проблем для работы приложения. То есть, собственно, что обычно требовалось от системы. Сейчас мы считаем, что этот функционал, безусловно, важен, он должен быть, он должен быть, мы не должны создавать проблемы не с точки зрения стоимости хранения, не должны создавать проблемы не с точки зрения скорости отдачи данных или хранения данных, но важным является возможность интеграции с новыми сервисами, с новыми возможностями, которые дают системы хранения данных. Мы должны понимать, как эти системы адаптированы, интегрированы к новому миру по старфлэш-технологиях или программно определяемых средах, что сделано для упрощения возможностей по управлению данными, то есть насколько проще пользоваться системой, как решены вопросы интеграции с системой виртуализации или облаками, как решены вопросы защиты данных, готовы ли эти системы уже помочь в работе аналитики или развертыванию контейнерных систем, ну и других вещей, как новая модель потребления или безопасность и многое другое, над чем мы активно работаем. То есть важным является не просто обеспечение дешевого экономичного и быстрого изменения, а того, как эта система готова интегрироваться к вызовам текущего и следующего дня. Собственно, мы, это немножко высокопарные слова про философию на этапы нашей инновации, но по большому счету, если говорить честно, то мы пытаемся всегда быть среди пионеров по внедрению всевозможных новых веяний, новых технологий, которые появляются в индустрии. Мы почти всегда первых в лидерах по внедрению новых технологий. И главное, что это внедрение не должно кардинально менять вашу инфраструктуру. Мы пытаемся сделать это максимально инвазивно, не внося существенных разрушений или перестройку существующей инфраструктуры. Мы добавляем новый функционал в существующие системы, мы позволяем использовать новые носители в существующих системах без кардинального перестройки существующего программного и аппаратного обеспечения. Одним из примеров является переход, например, на технологии NVMe. Мы были первыми, кто предложил end-to-end подключение NVMe от серверов, от потребителей до самих носителей. Что это означает? Это означает, что даже без изменения аппаратных составляющих, даже без установки NVMe носителей, просто за счет подключения по другому протоколу того же программного аппаратного комплекса, вы можете получить увеличение производительности на 50-60 процентов. Это на такие же показатели снизить показатели задержки на том же железе или получить преимущество при переходе на новые носители. При переходе на новые носители мы сейчас начинаем активно двигаться в сторону более интересного уровня хранения нового типа флэш-носителей QLC, который позволяет получить с одной стороны более экономичное хранение, максимально приближающееся к стоимости хранения на жестких дисках, на HDD, сохраняя все преимущества флэш-систем. То есть это получается не столь быстро, уровень как традиционные флэш-системы, но при этом это флэш, он обладает всеми возможностями, он позволяет получать многие возможности флэш-систем, но при этом отличается экономичным хранением. При этом эти системы можно добавлять в существующие кластера хранения как дополнительные узлы и совмещать их в рамках едимой системы с традиционными флэш, экономичным флэш или дисковыми подсистемами. Если они у вас существуют, вы можете продолжать движение в этом направлении. Безусловно, мы являемся, как я уже сказал, одним из пионеров по внедрению основных технологий. То есть, если только говорить о подключении CEN, то у нас есть вот большой слайд, где мы подчисляем, когда мы были первыми в той или иной технологии. Это можно продолжать достаточно долго. Сейчас у нас мы отмечаем 29 лет существования компании, и мы все время активно внедряем новые технологии. У нас каждый год происходят существенные, очень интересные изменения, и они нам не надоели. Мы любим добавлять новый функционал, новые возможности меняться, меняться самим и подстраиваться под изменения трендов, которые сейчас существуют. Поэтому, начиная как производитель NES-систем почти 30 лет назад, мы сейчас видим себя как действительно компанию, которая строит решение по управлению данных вокруг программного обеспечения, но при этом предлагает решение от аппаратные, программно определяемые или платформы, доступные в облаках, которые позволяют экономично хранить данные и более эффективно их использовать в случае облачных сред, чтобы избежать лишнего дублирования данных, лишнего повтора, ненужного хранения и максимально их эффективно использовать для различных приложений. Да, это кратко то, о чем я хотел сегодня рассказать.